Господа, в сегодняшнем видео мы обсудим, как улучшить ваш летний стиль с помощью аксессуаров. Первое, друзья, поговорим про очки. Мы мужчины, рабы привычек. Мы находим то, что подходит нам, и застреваем на этом. Эта хорошая вещь становится скучной и надоедает. Друзья, это надо побороть. Если вы носите одинаковые очки 10 лет, наверное, стоит поменять стиль. Выберите что-то из классики. Если вы носили спортивные очки, окей, попробуйте авиаторы, пришедшие из армии. Они покрывают всю область глаза, предоставляют надлежащую защиту, подходят к большинству форм лиц. Если авиаторы подходят к форме вашего лица, вы можете поэкспериментировать с различными цветами и вариациями стиля. Посмотрите на светлые очки. Я больше люблю темные и разные оправы. Авиаторы бывают квадратные, в форме капли, их большое разнообразие промежуточных форм. Меняйте линзы, можно добавить немного цвета. Пробуйте. Ничего плохого, если вы выбрали один стиль, но носите различные вариации. Но что, если вы хотите все поменять? Друзья, посмотрите на вайфареры. Классический дизайн. Их носит Том Круз в рискованном бизнесе, Джек Николсон, Братья Блюз. Они стильные спустя десятилетия. У них более смелый дизайн. Особенно много цветов. Они точно заставят вас чувствовать себя крутым и уверенным. Если вайфареры слишком и вы хотите что-то менее распространенное, чем авиаторы, тогда присмотрите пару классических клабмастеров. Они живут уже давно, но не вышли из моды. Крутой дизайн направо-сверху. По нижнему краю ее нет. Я считаю, что это отличный выбор, если вы хотите прокачать свои очки. Второй летний аксессуар, господа, прокачайте свои часы. Что очень просто для многих из вас, кто не носит часы. Господа, часы это украшение, которое поможет привнести цвет, стиль, немного элегантности в ваш образ. Здесь так много вариантов. Друзья, когда вы покупаете часы, покупайте их для себя, а не для кого-то другого. Вы сами должны сделать выбор, чего вы хотите. Хотите ли вы часы, которые будут невзрачны и не привлекать внимание? Или вы хотите часы, за которые вы будете получать комплименты? Друзья, если вы решили покупать часы, то их надо носить. Носить с любовью. И когда они на вас, чувствовать себя прекрасно. Поэтому важно выбрать самому. Часы у меня в руках двух разных цветов. Золотые и серебряные. На что я также смотрю, с каким цветом я буду чувствовать себя естественно. Что касается меня, я люблю холодные тона. Поэтому почти весь металл в моем гардеробе такого цвета. Но я не говорю, что золотой плох. Попробуйте. Может вам понравится розовое золото или другой оттенок. Найдите, что вам подходит. Третий аксессуар для прокачки к лету – головной убор. Вы носите бейсболку. Если да, то вы в тренде. Ничего страшного. Вы носите что-то на голове – уже хорошо. Но как мы можем это прокачать? С чего начать? Лично мне нужна цель и причина носить головной убор. Скоро идти на авиашоу. Он проходит под палящим солнцем. И что это значит? Это отличный повод надеть соломиную шляпу. Да, это не самая стильная вещь. Но так вы начнете привыкать к ношению шляп. Вы поедете в бассейн или на природу с семьей. Ищите повод надеть шляпу. Собирайте коллекцию. Главное здесь – начать. Четвертый летний апгрейд. Добавьте веселье ремню и подтяжкам. Есть правило. Туфли должны сочетаться с ремнем. Но давайте его нарушим. Друзья, развлекайтесь. Этот ремень подойдет для пикника 4 июля. А этот ремень не подходит ни к одним туфлям из моего гардероба. Его я надеваю, чтобы добавить яркости, чтобы привлечь внимание. Я говорил о подтяжках. Я знаю, что большинство из вас обычно не носят подтяжки. Вы также скажете «Антонио, подтяжки носят под пиджаком». И я соглашусь. Но когда вы веселитесь, скорее всего, вы снимете этот пиджак. И пусть люди увидят ваши великолепные подтяжки. Пятый летний апгрейд. Воскрешение запонок. Большинство считает, что запонки только для формальной одежды. Но никто их не закреплял только за формальной одеждой. Вы можете надеть повседневную рубашку с кэжуал запонками и получать удовольствие. Вы будете выделяться из толпы. Достойно привлечете внимание. Я считаю, что это выглядит шикарно. И последует вопрос или возражение. «Антонио, но это только для рукавов Френч». Я согласен, это самый распространенный вариант. Но вы можете отнести рубашку к портному, попросить его сделать отверстие, чтобы можно было носить запонки. Это рубашка с манжетой на пуговице, но смотрите, я прикрепил запонки. Это быстрый способ прокачать свой летний стиль. Шестой летний апгрейд. Обновите аромат. Есть некоторые ароматы, которые заслуживают использоваться летом. Легкие, может даже с оттенком цитрусов. Но не все ароматы летние. Почувствуйте удовольствие, найдите аромат, который прекрасно подойдет для теплой погоды. Друзья, тут очень много выбора. Я оставлю ссылку на мои любимые духи прямо под видео. Друзья, найдите свой летний аромат. Какой же следующий летний апгрейд? Друзья, поэкспериментируйте с украшениями. Тут очень много вариантов. Тысячи лет статусные властные мужчины носили драгоценности, показывая свою важность. Они учились их носить. И вы можете получить много удовольствия от их ношения. Особенно, если они что-то значат. Как у инженеров в Канаде, у них есть особые кольца. Это может быть браслет. Он поможет вам выделиться из толпы. Если вы не любитель часов, вам могут понравиться браслеты. Это может быть кулон. Если вы служили в армии и хотите сохранить память о друзьях, с кем сражались бок о бок, вы можете носить жетоны. Что бы это ни было, эти вещи украсят ваш гардероб. А так много парней этим не пользуются. Следующий летний апгрейд для самых крутых из вас. Друзья, добавьте цвета. Посмотрите, что произойдет с моим костюмом, когда я уберу карманный платок. Да, выглядит хорошо, но я считаю, что выглядит гораздо лучше с цветной вставкой. Цвет может иметь смысл. Так люди могут понять, что цвет может иметь особое значение для вас. Добавление красок отличная идея для привлечения внимания. Не бойтесь розового цвета. Используйте цветные аксессуары. На шляпу можете прикрепить перышко. Тоже может иметь смысл для вас. Может быть, цветное украшение. Но если вы наберетесь опыта, то красиво выделитесь из толпы. Вау-вау-вау, не уходите никуда. Я хочу видеть ваши комментарии. Что вы думаете об этом видео? Что я могу улучшить? Дайте знать в комментариях. Мне нравится общаться с вами. Друзья, если видео оказалось полезным, поделитесь с другом, которому тоже нужна информация, чтобы стать лучше. Стиль. Это катализатор, чтобы мужчина начал сиять. Так много мужчин, которые стараются работать над собой, но люди их даже не замечают. Моя цель дать вам силы, чтобы начать разговор, чтобы вы использовали стиль как инструмент, чтобы получить все, что вы хотите от жизни. Друзья, берегите себя. Увидимся в следующем видео. Друзья, берегите себя.